а что это за яма это видно что какое-то строение было погреб или подземное сооружение я уже не захватило это были люди которые своим горбом мозолями все это построили потом пришла вот эта сатанинская власть богом допущена все разорили видеть по окружности то какая она огромная и там вторая яма ясно что тут это ямы такого происхождения люди здесь были тут у нас мельница была при входе в шарщину две ветряные мельницы огромные мельницы помню мельник был марченко спокойный хороший старик потом у него дом сожгли здесь мы это все видели и всегда на люди достаточных богатых строилась государством они могли заводы строить дороги проводить а так чтобы у богатых отнять и бедным отдать все отдать то ну они проели и больше ничего нету надо было заботиться о будущем советская власть не заботилась а когда стали думать об этом а народ то не умеет работать там в гулаг его в тюрьмы его в лагеря вот тут все и началось все это имеет свое объяснение то что советская власть и на этом крест поставили так это тоже было возмездие люди которые вот это строили я не знаю что это да видимо ни одного человека уже нет кто это знает мне уже 74 года я даже не слышал что здесь кто-то был другие места я знаю там жили в степи там где заимки у людей были как маленькие хутора называется одна усадьба я могу назвать отец рассказала про это он никогда не говорил мы тут не посли тут рядом это не ферма к это были такие молочные фермы коровы держали коров дальше там перед деревья там конная ферма была дальше там он там отцы ферма были спина ферма а всего-то ничего 169 дворов а может быть и меньше даже были мужского населения столько 169 и вот все полностью было разорено кто что умел делать по рукам умел валенки катать в тюрьму умел семечки собирать конопля на это маковое масло делать-то в гулаг а которые не умели они ничего не делали они дрова пилить не умели русская печь так они где чего найдут какую лесину то окно город выставляли и в печь помаленьку толкали как горит это в литературе описывает а мы их вот этой голыдьбы мы их дети мы обкраденное поколение обкраденное у нас ничего нету у меня три дяди по матери материные родные братья они все были бригадирами в конном заводе карповка тюменцевского района конзавод 140 прекрасные люди такие просто память оставили себе там 19 20 22 года вот таких взяли получили там на артиллеристов и все не погибли у меня не нет учителей никого нету отец без руки с войны контужены я должен был до всего сам доходить размышлять мы обкраденное поколение не в том смысле что богатство не досталось а в том что нас рассуждать не учили вот мне господь это открывал вот этих полях я шел как услышал гул земли как я лег прислушивался и когда горела где-то и дым был я думал о вечном суде божьем это в меня мать вложила дед был верующий но у других-то этого не было мы были не просто киржаки обзывали о бога верующим и за стол и за стола молились а кто придет мы в горницу зайдем дверь затворим три поклона выйдем тебя спаси христос чтобы даже приходящие люди не видели что три поклона и за стола за стол вот какое время то было и поэтому мы пришли к естественному на такому вытекающему из всего этого состоянию строили строили перестройка отдали страну на разграбление и это тоже богом предузданно было не умели ценить то сейчас ох твердая рука нужна вот пристали не был порядок не в чечне не воевали нигде пристали не был порядок я говорю а почему ты определяешь что порядок колбаса была ливерная дешевая и получал ты 72 рубля вот это было да ничего нельзя было сказать ничего купить не лошади не трактора про это забудь грузовую машину не вспоминай а сегодня как бы то ни было мы имеем невиданную в истории россии даже мира свободу сейчас немножко там зажимает печать я не было ты кашпировский там чумак выступает говорят там сообщак что воюет лукьянов смотришь гайдары разное то есть была предоставлена необузданная свобода когда свободе людей не научили и получилось то что получилось вот сейчас люди ропщат но мы сегодня должны быть благодарны нам не воевать не революции поднимать а молиться дано право молиться за старей за начальщика представьте вот мы даем куда-то заявление и говорим походатайству там перед вышестоящим а мы являемся ходатаями для президента мы каждый день молимся за путина медведеву барака обаму другие рамзана кадырова александра лукашенко кого я знаю изо всех правителей мира мы ходатай а ходатай это означает он высшее место занимает им некогда молиться а может и не умеют а может не верят и роптать там какие-то заговоры делать захватили участок на аэробики не там торговый центр поубивали людей это безумие полно они за это ответят но и за этим что то есть то есть богатые маркеты там приходят люди а русских никого не оказалось для них более бедное а те это рассчитывает на то как норд-ост бездельников захватили ну а дальше уже бойня отравления вот надо как-то за эту грань видимо перешагнуть и посмотреть а что до этого было почему бог прогневался ответа нет читай библию книгу судей новый завет и ты увидишь что бог желает чтобы мы здесь у бога подобились а люди вцепились в эту землю работяги были неописуемые по сравнению с нами там дальше канавы идет это они отделяли там где лошадей пасить паскотина называлась и он от деревни идет он туда по лагам и конца не видать это вручную копали как бульдозеры сколько тут ночей лунных было темных копали отмеряли так натянута как видно что по веревке это все делалось а жизни вечно не думали отец рассказывает как гуляли тут как было ну а тесто чего уже с десятого года рождения то а дальше то вперед то туда посмотреть сегодня коровы держит и запурхался а такая техника а у нас в шахуре жили 30 дойных коров там 20 лошадей это к примеру говорю сотни полторы овечек а они двое жили там работник был как они поспевали а как они о боге заботились ни слова никто не может сказать церковь была вкорчены и туда ходили ходили босиком а там куда стал бы идут по прямой 12 километров придут ноги вымоют рядом был пруд я его захватил и церковь захватил там клуб был мы кино смотрели одна же чуть не погиб там расскажу как кино то любим смотреть ну и помолятся выйдут разуются опять сапоги на шею и пошли домой в потеряевку так многие ли это делали ходили-то там единицы а получилось так она высокая с колокольней то ну и колокольня то у них как-то так получилось что на колокольню лезешь и открыто было как окошко широкое довольно там балки которая соединяет по балкам надо было переползти и тогда в это не заделано видать как экран как там щипаев воюет смелые люди но я-то в школе учился пятый класс ну пятый класс мне было 65 11 лет ну и поэтому то поползли кто-то меня видимо толкнул а там темнота там разбился бы и не костей ничего не нашел то высота громадная просто было но я как-то усыпился удержался но в памяти у меня засыпилась я был близок к смерти и куда шел кино смотреть безбожие но верующий был да был верующий на кино то смотреть охота хоть я верующий там же интересно там знания дают а то я книжки это считаю там бруски разные война и мир толстого там ничего не понимаешь а читал любил там такие отдельные моменты и чуть не погиб где в кино уже ужасно даже как подумаешь а где ангел свои крылья постирал где спасал где вел я гляжу сегодня глушковские быки опять гуляли и не не догнали сюда видимо их застали там стайку потому что открывают хотят килограмм лишнее мяса чтобы наживали быки за ними не смотрят дома было пять девчонок все спят ну то есть совершенно не христианский образ жизни то но они идут по чужим полям сегодня хозяин уехал вторник это молочный день продавать сливки что за неделю накопил то а тут открыли сами быки открыли или помогли им но они опять пошли и все эту канитель то я затеял никто бы быков не искал они упаслись на чужом поле а мне это надо это дом такой который окружен проклятием потому что дети злословят отца по научению матери и к нему приближаться нельзя к дому но быки то не виноваты чужое поле не виноват и я клюбу меня его спросил я говорю ты заходишь галиты да нет я не захожу ну кто же ей мог бы сказать то что быки то ушли ушли гляжу люда идет учительница нет я один раз зашла к ней больше не захожу еще делать я к батюшке батюшка нет то есть она окружила невиданной злобой ядовитыми словами поношением батюшки все поносит и к ней никто в дом не может заходить а сегодня она здесь хозяин уехала детей она в корчину подала на развод самостоятельно никакой причины нету считалось верующей причащалась все разрушила и развод у них даже не вызвали ничего власти сразу печать поставили и все вы разведенная кому дети принадлежат а дети с ней пошли она посты не надо кресты снять она полностью разложила всю семью я ее сравнивать могу только с гофолией такая есть цариса была когда сын и умер ну и бабка она и его мать ей доверил детей она его дитя из царских всех истребила одного тыкос там спасла сестра вот такое дело но я не знаю в дом не заходит я поехал и к игоревой матери она говорит даже говорили же я каждый раз захожу то есть если бы мне дела не было до этого как все но быки и быки пошли пошли эту вот это вот неспокойная обстановка то из-за меня везде я уже так смотрю и меня еще делать то со мной или куда-то меня сажать или убивать я везде лезу одно дело один раз как-то летом было когда писал книги компьютер сломался и я вышел на улицу я не купался не не детские костры не проводил только писал меня громаднейший материал 38 книг вышло за 9 лет батюшка говорит он сейчас лезет везде я приезжаю там вижу там собаки бродят у нас не положено этого там еще что-то то что устав нарушает алексей да отремонтирует ему скорее компьютер то чтобы он зашел обратно но вроде смехом батюшка а я вижу это не смехом это реально я везде ну вмешиваюсь так как я в дом тут не зашел я пошел кто может зайти сказать позвонил хозяин он едет в барнаул ей звонит да она коров наверно дует она вот подует за него приезжает он 300 рублей ей платит платит ну имущество не поделено еще он их кормит ездит в корченое там они и поносят отца узнали как устав а такой у них режиссер есть саша муха советник страшный человек развратитель и она все время консультируется они по уставу смотрят что можно еще сделать дальше ему нужно раздеть в оголенном виде ходить я говорю следующий по уставу он идет а вот это он специально я юридически закончу университет чтобы братьями лапкинами покончено было когда не передохнут это его слова ну кончила ничего нет вот сделать то ничего не может пошел баптистом там на какой-то раскол повела с раскольниками какими-то отделенными вышел и там его выгнали но он везде он то не меняется и за это время он ничего не сделал вспоминается что был только в общине был а ничего нету и они когда уходят только вспоминают а почему я ушел из крестовозвиженской общины как волков это все последняя статья то почему ты ушел то любой прочитает и скажет дурью набитый дурь каждого что бедна была как петр первый говорит ты был ты видел ты ты участвовал ты на благовестии был теперь ничего нету я всегда удивляюсь если это от бога у вас уходите почему только до дверей одинаково а дальше сатана разбрасывает одни в новую жизнь какую-то секту другие к баптистам кто к католикам там ну кто куда почему он за дверями то вас разбрасывает ясное дело что это вы одинаковые здесь были одинаковы в общем одинаково хуление были одинаковы поношения одинаковые все пакости делали и вдруг до двери дошли выходить из общества все по разную сторону и это все тоже кончится этот дух он раздирает все государство разрушили какое было мы сделали с чужими с украинцами с белорусами а уж не говорю там с чеченцами тут мы виноваты перед всеми так каяться и молиться надо завоевывали как ярмолов гробили гнобили а нынче нам дается возможность начать жить вот этой свободной жизни религиозной в боге а люди не веришь и которые вот у них так получается сегодня с быками это канитель который раз я их ловлю они на чужом поле пасутся то ну и берегу стою звоню иди я быков тут держу чтоб по полю то не ходили пшеница рядом вот так дело из-за одной ямы видишь я вот вам сколько тут рассказал удивляясь мужеству тех людей которых раскулачивали но и они должны были задуматься почему бог это допустил а сейчас тут клуб был он там видно может быть где наш храм тут не видать если приблизить может быть куполок видать будет вот а рядом а то нынче под железо перекрыл игорь ток свой 504 квадратных метров а где храм половина это под школу сделали бывший клуб бывшая капище еще видимо они не не пригонят сюда быков их не видно нигде давай гони теперь на пастбище посмотри где они все на этом с богом в следующем году вот и Продолжение следует...